Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Погров Никита, и сегодня у нас пятый юбилейный обзор наших книг. И речь в этом обзоре пойдет о серии книг Анжиа Сапковского «Ведьмак Гиральт». В эту серию изначально входили семь книг. Первая книга «Ведьмак. Последнее желание». Вторая книга «Ведьмак. Меч предназначения». Третья книга «Ведьмак. Кровь эльфов». И четвертая книга «Ведьмак. Час презрения». Эти книги условно можно выделить в цикл «Ведьмак Гиральт», поскольку именно Гиральту здесь посвящено основное внимание. Следующие три книги — это пятая часть «Ведьмак. Крещение огнем», шестая «Ведьмак. Башня ласточки» и седьмая «Ведьмак. Владычица озера». Эти три книги можно объединить во второй подцикл под названием «Цири». И именно ей будет посвящено основное внимание в этой трилогии. Но об этом немного позднее. Последняя книга данной серии «Ведьмак. Владычица озера» вышла в 1998 году. Затем в 2013 году появилась новая книга «Ведьмак. Сезон. Гроз». То есть разница между последней книгой и «Сезоном. Гроз» составляет 15 лет. В 2018 году Андрей Сапковский заявил о том, что он напишет еще одну книгу в рамках данной серии. Будет ли это предыстория всего «Ведьмака» или же это будет продолжение книги «Владычица озера» – узнаем, поживем, увидим. Что касается книги «Сезон. Гроз», то данная книга, ее сюжет происходит между событиями первой книги «Ведьмак. Последнее желание» и второй книги «Ведьмак. Меч. Предназначение». Главным героем данной серии книг является «Ведьмак Геральт» или, как его еще называют, «Мясник из Блавикина». «Ведьмак» – это мутант, искусственно созданный и натренированный для борьбы с чудовищами. Считалось, что те испытания, которым подвергаются «Ведьмаки», должны лишить их обычных для человека чувств и эмоций. Но по мере прочтения данных книг становится понятно, что «Ведьмак Геральт» не настолько черстый и апатичный герой, как это может показаться в самом начале. Ему приходится принимать далеко не простые решения, он оказывается в совершенно неординарных ситуациях, из которых не каждый человек сможет выкрутиться. Таким образом, «Ведьмак Геральт» отказывается убивать исключительно разумных мутантов или же встревать в конфликты между людьми, мотивируя это тем, что он не наемный палач и не защитник сирых и убогих. Однако, был в биографии Геральта эпизод, когда ему пришлось поступиться своими жизненными принципами и устроить кровавую резню с шайкой разбойников, убив их предводительницу. А местные жители того городка, где происходила эта бойня, не зная, собственно, о причине возникшего конфликта, попросту закидали Геральта камнями и за это он получил прозрящий мясник из Блавикина. Что это за эпизод, каковы были причины конфликта, вы узнаете, если прочитаете данную серию книг. Также спутником Геральта в его путешествиях является неутомимый бард Лютик, любитель выпивки и красивых женщин, которых называют своими музами. Еще одним спутником является его лошадь Плотва, которая путешествует с Геральтом по всем книгам серии. И что примечательно, лошадь каждый раз меняется, но имя лошади почему-то все время остается одним и тем же. Плотва. Почему так, узнаете из данных книг. Также по мере развития сюжета Ведьмак знакомится с чередейкой Йеннифера из Ингерберга. Это очень могущественная волшебница с крайне вздорным характером. Постепенно между ней и Геральтом закручивается роман, продолжающийся на протяжении всех книг серии. И еще одним спутником Геральта является девочка Цири. Это его предназначение, хотя сам Ведьмак Геральта не верит в судьбу. Цири является представительницей знакового королевского рода. Она также обладает огромной магической силой, поскольку унаследовала кровь эльфов, так называемую старшую кровь. И именно поэтому в трех последних книгах «Крещение огнем», «Башня ласточки» и «Владычица озера» ей уделяется такое пристальное внимание со стороны автора. Собственно, какой можно сделать из этого вывод? Мир Ведьмака Анджела Сапковского достаточно огромен и имеет глубокую философию и мифологию. Здесь присутствует множество различных рас. Это и краснолюды, и низушки, гномы, эльфы, вампиры и многие другие. И всем им приходится как-то уживаться вместе с людьми, интегрировать в их мир или же обрекать себя на вымирание. Поэтому автор в своих произведениях затрагивает проблему давления цивилизации на окружающий мир, проблему взаимодействия и столкновения различных народов и культур, проблему расовой неприязни и геноцида. Но в то же время мы понимаем, что книги серии «Ведьмак Геральт» имеют достаточно глубокий подтекст и двойное дно. То есть автор не делит всех персонажей на однозначно хороших, на однозначно плохих, не делит мира на добро и зло. Действие книг данной серии происходит, конечно же, в вымышленном мире, но по описанию можно предположить, что это Европа времен позднего средневековья, то есть это XIV-XV век. Поэтому я абсолютно убежден, что не только любители фантастики, фэнтези, но и любители истории также заинтересуются данной серией. Что касается аудитории, то оптимальным возрастом для чтения данных книг является возраст 16+, поскольку в книгах имеются кровавые сцены, ненормативная лексика и откровенно постельная сцена. Но все это представлено автором в Мерил. То есть нет здесь в романах такой сугубо кровавой бойни с обилием мата и секса, как мы видим в произведениях Джорджа Мартина «Игра престолов». То есть здесь все как в здоровом питании, все сбалансировано. Также хочется сказать, что сюжет книг продолжается в играх, которые разработала польская компания CD Projekt Red. Первая игра данной трилогии так называется «Ведьмак», и ее действие происходит спустя 15 лет после событий книги «Ведьмак. Владычица озера». Следующая это игра «Ведьмак 2. Убийцы королей». И третья часть, которая происходит спустя полтора года после событий второй части, это «Ведьмак 3. Дикая охота». Сюжет третьего «Ведьмака» продолжает два дополнения. Это «Ведьмак. Каменные сердца» и «Ведьмак. Кровь и вино». Помимо основных книг и игр, также существует два полнометражных фильма. Один польский, где главную роль исполнил Михаил Жебровский, и второй недавно вышедший фильм «Американский вариант» от компании Netflix, где главную роль исполнил Генри Кевилл. Какой же вам выбрать фильм из этих двух вариантов? Я бы лично посоветовал «Американский вариант», поскольку если отбросить в сторону странный выбор режиссером актеров для данного фильма, а сосредоточить свое внимание исключительно на сюжете, то сюжет фильма подробно подходит непосредственно к описанию тех действий, которые раскрывает автор в своих книгах. Поэтому я бы на вашем месте выбрал именно «Американский вариант» фильма. В заключении хочется сказать, что существует еще две книги с названием «Ведьмак». Первая – это «Ведьмак. Дорога без возврата». Это сборник рассказов за авторством того же Анджея Сапковского. Но данная книга не входит в основной цикл о «Ведьмаке Геральте». Эта книга была написана Сапковским для фанатов. То есть, если вы являетесь серым поклонником серии о «Ведьмаке Геральте» и вам хочется прочитать еще какие-то истории, связанные с ним, вы можете прочитать данную книгу. Собственно, сюжет данной книги рассказывает о том, чем завершилась любовная история «Ведьмака Геральта» и «Чародейки Йеннифера». Но еще раз повторюсь, данная книга не входит в основной канон. Вторая книга, которую хочется сказать, это «Ведьмак. Когти и клыки». Это также сборник рассказов, но он написан уже различными авторами, несмотря на то, что на обложке присутствует имя Анджея Сапковского. Он к ней не имеет абсолютно никакого отношения. Данная книга была написана поклонниками в рамках празднования юбилея самой первой книги данного цикла «Ведьмак. Последнее желание». В заключение скажу, что это очень интересная серия книг. Вы абсолютно не пожалеете о потраченном времени. Общая оценка данной серии – 11 из 10, поскольку это достаточно легендарная серия, которая, думаю, еще проживет несколько лет. Будем ждать выхода новой книги Пана Сапковского. И всем большое спасибо за просмотр. Продолжение следует...